В Центре современного искусства «Заря» уже во второй раз проходит благотворительный рождественский аукцион работ ведущих художников Приморского края. Вырученные средства направлены в пользу детей с онкогематологическими заболеваниями. Вместе с Центром «Заря» организатором аукциона является благотворительный фонд «Сохрани жизнь». А все подробности об этом мы узнаем прямо сейчас. Это программа «Время говорить». Меня зовут Анна Бережная. На студии сегодня Алиса Богданайте, главный куратор Центра современного искусства «Заря». Здравствуйте, Алиса. Здравствуйте, Анна. Я думаю, что для начала необходимо рассказать нашим телезрителям о самом аукционе, как давно он проходит, о его традициях. Пока традиция не такая уж длинная. Мы организуем его второй раз. В прошлом году был пробный шар. Мы очень благодарны всем, кто поддержал нас в этом начинании. Он прошел хорошо. Мы приняли решение, что это очень полезная акция и важно делать ее регулярной. В самом аукционе принимают участие художники из Владивостока и Приморья. Это, на наш взгляд, лучшие работы современного искусства, которые представляют актуальный срез художников музейного уровня. Большинство из них участники выставки «Край бунтарей. Современное искусство Владивостока 60-х, 2000-х», которая была номинирована на государственную премию «Инновация». Выставка уже путешествовала в Петербург, поэт в Москву. То есть мы надеемся, что эти художники узнаваемы не только здесь, в Владивостоке, но и в России, и представляют, так скажем, лицо приморского искусства. И они предложили свои лучшие работы, многие новые, которые предложены по очень низким ценам, для того, чтобы дать разгон торгам, благотворительность самому акциону. Собственно, все вырученные средства с торгов пойдут непосредственно детям. В этом году мы помогаем адресно Арине Карповой, которой 5 лет, и Артему Петровскому, которой 13 лет. Как вы вначале сказали, у них онкогематологические заболевания. И им нужна постоянная помощь. Это прием дорогостоящих рекордов, это перманентное лечение. И, конечно, это очень большая нагрузка на семью. И часто эти вещи не покрываются уже государством. И мы считаем, что и художники, и журналисты, и мы, организаторы, и кураторы, все, кто освещает акцию, и те, кто на нее приходит и покупает работу, все мы должны помочь. И не только ребенку, а еще и его маме, папе, бабушке, всем, кто болеет вместе с ним. Потому что Рождество и наступление светлых праздников, Нового года и каникул должно быть светлым для всех. И очень важно проявить наше сочувствие, доброту, благодетель. И вот выступить с такой акцией. Так что мы благодарны всем, кто уже принял участие, и тем, кто приходит на аукцион и делает приобретение. В пользу свою, но и с пользой для дела и для Артема и Арины. Насколько мне известно, Центр Заря не единожды сотрудничал с фондом «Сохрани жизнь». Всячески помогал. Не могли бы чуть подробнее рассказать об этой работе? Ну, здесь у нас короткий опыт сотрудничества, он положительный. Вот в прошлом году они первые, кто откликнулись. Конечно же, сразу подчеркну, что работа с искусством и работа с болезнями – это разные полюса нашей жизни. Но мы здесь согласились, что помогать людям важно, и объединились. Потому что все-таки общество не должно быть разрознено, с болезнью может столкнуться каждый. И здесь мы предложили профессиональное событие, аукцион на очень высоком, качественном уровне. И того, как проходят церемонии, и того, какие работы отобраны, как мы о них говорим, как составлен каталог. И я предлагаю вам всем в этом убедиться, зайдя на сайт Зари, и просто посмотреть, как мы представили и оформили в каталог художников. И предаукционная выставка. Все это сделано не на уровне благотворительности. Это профессиональное мероприятие, интересное, профессиональное, но с благотворительной целью, которая позволяет людям не погружаться в тему только болезни, а сделать что-то для себя приятное, посетить публичное событие, стать публичным приобретателем очень качественных, очень хороших работ и стать благотворителем даже тогда, когда он об этом, возможно, в своей повседневной жизни не думает. Но, надо сказать, что здесь есть нечто общее. К большому сожалению, в повседневной жизни мы не думаем о покупке произведений искусства. Даже состоятельные люди, дома у них, как правило, висят репродукции или что-то, что к аутентичному, к оригинальному искусству не относится. Мне кажется, эту ситуацию тоже нужно переломить, потому что невозможно продвинуть владивостокских художников где-то, сделать их звездами не то что Сотбис, Филлипс и Кристис, а даже московского аукционовладей, например, до того, как они станут в своем отечестве нужны. Поэтому для нас это важная акция еще и с этой стороны. Мы хотим создать синергию. И нам важно, что действительно люди отвлекаются от своей повседневной работы, приходят к нам, обращают внимание на искусство. Ну и, конечно, все это сделано из общих задач, помочь именно конкретным семьям. Разумеется, фонд так обычно не работает, потому что пока у кого-то есть постоянная и планируемая проблема в приобретении лекарств или в плановом исследовании, потому что онкологические проблемы не те, которые решаются по щелчку пальцев. Это еще бы лучше решалось, если бы диагностика была в свое время. Всегда есть что-то срочное. Я думаю, что очень многие вопросы решаются в порядке перекидывания средств с одних горящих тем на другие. Но наша аудитория другая, мы рассудили. И никто не помогает больницам или фондам. Все помогают людям с их человеческим лицом и с их проблемами. И поэтому мы попросили сфокусироваться на двух детях, на двух историях, на двух семьях. Объемы наши не такие большие. Я думаю, что больше, чем этим двум ребятам, мы помочь не сможем, исходя из той выручки, которую аукцион прогнозирует. Но еще раз воспользуюсь возможностью сказать слова благодарности и онкогематологическому центру и фонду «Сохрани жизнь». Алиса, вы сказали, что необходимо наших художников открывать не только нашему городу, краю, стране, но и миру в целом хотелось бы. И тем не менее уже есть люди, которые приобретают работы на аукционе не только. Расскажите об этих покупателях. Кто они, с какой целью они приобретают работы наших художников? Ну, здесь нужно, наверное, откатиться к результату прошлогоднего аукциона, который, вероятно, так как это был пробный шарм, мы не имели достаточного опыта, чтобы его организовать, показал результат амбивалентный. Мы продали большую часть работ, но нас удивило, что они почти все ушли московским коллекционерам. В аукционе и в прошлом году, и в этом, есть возможность участвовать дистанционно. Это означало, что, конечно, москвичи увидели работы качественные, по привлекательным ценам, и даже если они не очень сильно увлекались искусством, хотя там были и серьезные коллекционеры, они решили приобрести подарки, взять это в коллекцию, сделать ставку на это искусство. При этом у Владивостокцев осели не очень большое количество работ, не все из них были, так скажем, прогрессивные, хотя Александр Иванович Городний из арт-этажа сделал прекрасную покупку и многие другие люди, но, тем не менее, пропорция была, конечно, перекошена. В этом году, я надеюсь, результат будет другой. И любопытно, что мы бы хотели обратить внимание людей, которые еще не начали свою коллекцию современного искусства. Ведь благотворительный аукцион дает по возможности такой старт для разгона цен, потому что художники не просто предоставляют свои работы, они их дают по очень-очень низким ценам для того, чтобы покрыть их работу и материалы. Но самое главное, чтобы стать полноценными участниками благотворительности, дать разгон торгам. Все, что превышает стартовую цену, идет на благотворительность. Но при этом, если вдруг вокруг какой-то работы торг не организуется, она не превышает стартовую цену или estimate, вы, конечно же, имеете возможность купить работу гораздо ниже рынка. И это привлекательная возможность для всех, кто хочет не просто коллекцию, а, возможно, просто работу в интерьер, которому понравилось. Плюс, если вы посмотрите в каталог, вы увидите, что представлены работы разных жанров. Это и живопись разных форматов, от маленьких пленеров до больших и сложных композиций маслом на холсте. Есть фотографии, это тиражный жанр, его может позволить себе каждый. И надо признать, что сейчас по ставкам, принятым дистанционно, мы уже видим, что практически вся фотография молодого поколения фотографов, а это Павел Немтин, это Денис Коробов, это недавно появившийся в Владивостоке жанр новой документалистики, который фиксирует объективом фотографа Владивосток, таким, каким он есть сейчас, в эпоху динамичных перемен, смены городской атмосферы и изменений. Эти вещи привлекли внимание коллекционеров сразу же. То есть на них покупатель среагировал, и я уверена, что эти работы не просто уйдут, а уйдут за очень хорошие цены. Это относительно, разумеется, тех, которые они заявлены, относительно тех, которые ожидают авторов. Это положительный знак для художников попасть в хорошие коллекции, к людям, которые занимаются искусством, его продвижением. И это, безусловно, возможность для тех, кто коллекционер совершенно другого подхода. Мне кажется, что еще покупка искусства нас мотивирует к тому, чтобы быть ближе к искусству, чтобы смотреть. Ведь есть же очень личное отношение с теми предметами, которыми мы себя окружаем. Есть постоянный разговор с ним. Это сближает нас с автором, помогает в нашу жизнь обыденную принести чего-то вне этой повседневности. Вопросы философские или вопросы теологического характера. Все зависит от того, на каком общем языке разговаривают зритель, покупатель и художник. Алиса, не могу не спросить про новые работы, последние работы Павла Шугурова «Дорожные знаки», которые также, я знаю, представлены на аукционе. Расскажите о них. Это прекрасная работа, которую нам предоставил участник группы 33 плюс 1, сообщества, так скажем, к которому Павел Шугуров имеет отношение, и которые, с одной стороны, являются вроде как функциональными знаками, а с другой стороны, конечно, их значение здесь скорее иронично и нарушает некоторую привычную логику отношений с дорожными знаками. Это в натуральную величину объекты, в принципе, их можно назвать уличные, но которые, конечно же, в той интерпретации, которую предлагает автор, отлично будут смотреться в современной коллекции. Павел Шугуров, как всегда, вошел на выставку с интересными идеями, очень оригинальными и, конечно, как всегда, с чувством юмора. Есть еще одна работа, которая мне очень нравится, тоже построена на контрасте. Такой золотой город Владивосток, где на огромном баннерном полотне со фотографией таких модернистских пейзажей, серых бетонных квадратных домиков на сопках. По нему он с усальным золотом расписывает этот пленэр. И это другой участник, 33 плюс 1, Илья Торт. Тоже примечательная работа, очень большого формата для большого пространства. Здорово. Я бы хотела также поговорить и о других выставках, которые работают в Центре современного искусства «Заря», потому что вы всегда радуете нас интересными экспозициями. Давайте, наверное, так, поговорим о настоящих выставках, о прошедших выставках, потому что у нас все-таки пора подводить итоги года. Мы перед Новым годом записываем с вами наш эфир, и было бы интересно узнать, как прошел 2016 для Центра «Заря», и поговорим о будущих выставках, о планах. Спасибо за вопрос. До Нового года и в течение всех каникул в «Заре» можно увидеть две замечательные выставки. Одна из них называется «Отсутствующий монумент», и она посвящена целиком ландшафту Владивостока и истории его памятников, которые сейчас увидеть в городе нельзя по разным причинам. Либо они были трансформированы, либо они никогда не были установлены, хотя этому предшествовала большая история и большие затраты, такие как огромный, гигантский Ленин, который лежал на дальзаводе. Памятники, которые были установлены и снесены по разным причинам, и памятники, которые трансформировались. И здесь я имею в виду памятник Лозой, Невельскому. Это история города, это то, что сделано куратором из Москвы, Марией Крамор, на основе городского исследования, сделанного в Владивостоке на базе ее кураторской школы. И в ней приняли участие как международные художники с большими именами, такие как Кристина Норман, и владивостокские художники-исследователи. Это Яна Гапоненко, это Инна Додиомова, это Ксения Фролова, Роман Иванищев и многие другие. Но, конечно, флагманский проект, который мы очень рады приветствовать на заре, это выставка, сделанная специально для нас. Также одним из самых важнейших российских кураторов Андреем Ерофеевым, который исследует явление пейзажа. Да, и пейзажа современного, который отвлекается от Воснецова и Айвазовского, которые демонстрируют западные школы. И говорит, что наш пейзаж от Москвы до Владивостока, из окна поезда повторяющийся, повторяется через тему пустыря и пустоши, неосвоенных пространств. Но художники смотрят на них совсем по-разному. Невероятная инсталляция Витаса Стасюнаса, очень романтичная. Анна Желудь. Мы впервые в Владивостоке в таком масштабе увидим и Фибисовича, и Кашлякова, и Александра Бродского, и многих других авторов, которые с огромными полотнами впервые сюда приехали. Есть и проекты, которые вынесены за пределы выставочных залов. На одной из сопок на месте старого ржавого гаража и зарослей художник Илья Тарушевский вместе с местными жителями городским комьюнити сносит этот гараж, разравнивает пустырь, создает спортивную детскую площадку, которая открывает вид на Владивосток и залив, и создает спортивное сооружение, преодолевая пустырь, как такой рудимент нашего недавнего прошлого. В общем, выставка очень поэтичная, лирическая, ее стоит обязательно посетить и наполнить себя перед Новым годом. Ну и особенные новости для тех, кто с семьей хочет прийти в «Зарю». У нас по-прежнему все выходные работают детские мастерские, которые на каникулы прерываются, но предлагают рождественский или новогодний лагерь для детей. Это трехдневные творческие интенсивы, на которые мы приглашаем детей от 5 до 12 лет заниматься творчеством и хорошо проводить время. А можно чуть подробнее об этом? Просто интересно. Понятие-то растяжимое – заниматься творчеством. Хотелось бы немножко поконкретнее узнать, что будут делать ребята. Каждые выходные на «Заре» у нас проходят занятия, в течение которых дети лепят, рисуют, мастерят, пищают выставки, делают сами свои произведения искусства. Но не только это, но они также узнают стратегии у художников, разные художественные жанры. Они знакомятся и с пространственным творчеством, понимают, что такое дизайн, что такое архитектура. Есть разные темы их занятий. Все они очень интересны. В течение года с ребенком надо обязательно хотя бы раз побывать на «Заре». Эти занятия бесплатные, они очень интересно проходят. Самое главное, что в них можно принять участие вместе с родителями. Но на лето и на новогодние каникулы они приостанавливаются. И мы перед выходом на большие летние каникулы и вместо зимних каникул делаем интенсивы. Это когда ребенок проводит на «Заре» практически весь день со своими сверстниками. Он приходит туда с утра, и его ждут самые разные творческие активные занятия. Это может быть и театр, это может быть и чтение. И, конечно же, особый интенсивный курс творческих мастерских, которые всегда тематически привязаны к праздникам, к тому настроению, которое сопутствует, будь то летний каникул летом, или Рождество, и детские игрушки, и рождественские подарки для своей семьи зимой. Да и потом это не только приятно, но и полезно. Это полезно. Ребенок развивается творчески, а значит, развивается в принципе очень хорошо и успешно. Абсолютно. И абстрактное мышление, и мелкая моторика. Но самое главное – находить новых друзей и новые темы для общения с ними. Я надеюсь, что дети, которые приобщаются к искусству в таком малом возрасте, никогда от него не отойдут и будут с радостью ходить и в музеи, и в галереи, и общаться на короткой ноге с искусством. Алиса, а если говорить о планах на 2017 год, понятно, что их наверняка очень много, но хотелось бы узнать, может быть, о каком-то масштабном самом проекте или о нескольких таких проектах. Я расскажу о том, что ждет нас зимой и весной. Выставка, которую мы ожидаем в начале февраля, называется «Вечный двигатель. Русское кинетическое искусство». Это большая и, пожалуй, одна из самых важных ретроспективных выставок, которые мы делаем совместно с Государственной Третьяковской галереей, с Государственным музеем Маяковского и с другими важными собраниями государственными и частными, для того, чтобы рассказать историю кинетического искусства от авангарда, от начала XX века до сегодняшнего дня, до сегодняшних живущих и работающих художников, которые работают в кинетическом жанре. Конечно, расцвет его приходит на время слияния физиков и лириков, 60-е, 70-е, 80-е годы, которые тоже будут ярко представлены. Я думаю, эту выставку будет интересно посмотреть и физикам, и лирикам сегодняшнего времени. И, несмотря на то, что в Москве сейчас такой сезон отепельных явлений, мне кажется, что это очень важная концентрация на таком, одном из важных явлений отепеля. Но главное, что жители Владивостока и его гости смогут наблюдать его в широком историческом масштабе. И башня третьего интернационала Татлина, и многие другие вещи окажутся в Владивостоке впервые. А следом мы расскажем историю советского дизайна. Московский музей дизайна в этом году получил престижную международную премию на лондонской дизайн-биеннале. И эта команда привозит на выставку, которая была несколько лет назад в Манеже. Это советский дизайн 50-х, 80-х, который тоже великолепно. И если в 16-м году мы рассказывали истории моды, то дизайн нам тоже важно рассказать. Правда, 80-ми годами выставка не ограничится. Я надеюсь, мы сможем показать современный продакт-дизайн. И молодые дизайнеры сюда тоже приедут в выставки материализации молодого куратора Татьяны Кудрявцевой. Вот это предварительный анонс. Всех ждем в 17-м году. Спасибо, что раскрыли нам интригу, раскрыли нам секреты. Я думаю, что телезрители наши и другие жители Владивостока с удовольствием придут посмотреть. Это всегда здорово и интересно в Центре современного искусства «Заря». К сожалению, наше время выходит. Нам пора заканчивать. И напоследок я бы хотела, чтобы вы поздравили жителей города и края с наступающим Новым годом. С большим удовольствием. Поздравляю вас с наступающими праздниками. Желаю исполнения желаний. Прекрасного года, наполненного новыми впечатлениями, музыкой, искусством. И, самое главное, исполнением ваших желаний. Алиса, спасибо вам огромное. Было очень приятно с вами пообщаться. Удачи вам, успехов, развития в Новом году. Спасибо. Спасибо. А я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на Восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин